На прошлой неделе разворачивались очень такие яркие и горячие события в городе Видном. И вы, наверное, кто следил за нашей деятельностью, кто следит за нашей деятельностью, вы знаете, что после того, как мы выпустили ролик, после того, как мы пытались послать разные обращения и пытались выйти на диалог с руководством больницы, ничего у нас не вышло. И, соответственно, после того, какого-то скандала и шума, моментально совершенно на следующий день приезжает заместитель министра и главного врача Виктора Ивановича Барсука снимают с должности, то есть временно отстраняют от должности на период в месяц. Но что происходит дальше, да, вот кто не знает, я сейчас расскажу. Пятница, суббота, воскресенье проходит совершенно тихо, вроде как население довольно, потому что очень много было всяких обращений и жалоб. Но тут в понедельник вдруг начинается шквал звонков и рассказывают, что Виктор Иванович Барсук, отстраненный от работы, приходит и проводит утреннюю конференцию, выполняет распорядительные функции и заместитель главного врача, то есть который сейчас временно исполняющий обязанности главного врача, все это смотрит и спокойно принимает. Конечно, надо сказать, что доктора и медицинский персонал, тот, который против главного врача, который видит в его деятельности некие неправильные какие-то вещи, они, конечно, в шоке. Многие мне звонили, звонило население в страшном возмущении, что это вообще такое. Как так вообще можно, если человека отстранили от работы, а он приходит и начинает работать без всяких каких-то даже позволений, да, со стороны высшего руководства. Соответственно, мы подумали, что надо что-то делать, да, вот, что надо сделать. Поскольку безнаказанно как-то все это оставлять, да, что человек ходит на работу, население беспокоится, врачи беспокоятся, мы думали-думали, и буквально вчера мы вот решили создать так называемый общественный совет. При администрации города Видное, большое спасибо главе города Видное, городского поселения Видное, мы создали общественный совет, который включил в себя представители населения, представители уволенных сотрудников, четыре депутата, меня как представителя профсоюзного органа и двух врачей. Ну и, конечно, сам глава города Видное. Мы очень долго сидели, разрабатывали, что же мы, собственно, хотим, и как мы вообще хотим, как мы видим эту ситуацию, чтобы вот помочь как-то, да. Мы создали протокол. Давайте посмотрим на этот протокол, в котором мы объяснили в этом протоколе, что мы хотим, что мы хотим. Давайте следующую страницу посмотрим. Три таких пункта мы там обозначили. И самое главное из этого то, что мы все-таки просим, вносим предложение Министерства здравоохранения и просим главу города, главу Ленинского района нас поддержать, Валерия Николаевича Венцеля, о том, чтобы был смещен с должности заместитель Виктора Ивановича Барсука, который сейчас является временно исполняющим обязанности. Это Устинов Филипп Сергеевич, потому что, собственно, он нарушил, да, как некий регламент, он допустил присутствие отстраненного должности врача, и тем самым он свое доверие несколько подорвал. Поэтому мы просим отстранить его от должности и предоставить, мы просим предоставить Министерство альтернативные кандидатуры для того, чтобы новый главный врач как-то, в общем, устраивал, новые исполняющие обязанности главный врач устраивал и население, и коллектив больницы, и администрацию города. Ну, надо сказать, что мы, конечно, еще написали письма от нашего профсоюза, написали письма в прокуратуру Московской области, давайте посмотрим, в котором мы тоже обозначили свою позицию, о том, что это неприемлемо, когда отстраненный главный врач приходит на работу и продолжает, в общем-то, свою деятельность. И более того, как же он продолжает? Начинается, на самом деле, самая настоящая информационная война. Вот в понедельник мы узнали, что на вот этой пятиминутке главный врач принес некое письмо, некую петицию, свою поддержку, и, в общем, ну так скажем, довольно настойчиво просил докторов и медицинский персонал это письмо подписать. Это письмо, давайте его тоже посмотрим. Это письмо было выложено, соответственно, на соответствующих сайтах и в социальных сетях, в котором было обозначено, что доктора больницы якобы обратились к губернатору Московской области с просьбой оставить Виктора Ивановича Барсука на посту главного врача этой больницы. Вот это обычная тактика, когда главный врач... возникает проблема, конфликт выплескивается, и что первое, да, вроде люди пишут петиции, люди подписываются. Надо принять ответ, нанести ответный удар. Какой? Надо действительно нагнать людей, тех, кто послушен, кто потрусливее и так далее, заставить их подписать все это дело и вперед. То есть мы это знаем, стратегию, причем особенно смешно это выглядит, когда в условиях такого административного ресурса, которым обладает главный врач, это же царь и бог в районной больнице, в маленьком городке. Подписали 75 сотрудников и где-то около 1000 сотрудников в больнице. Да, это смешная цифра, на самом деле. Это очень мало, но это позиционируется, как все врачи больницы. Это на самом деле смешно, потому что я получила такое количество писем о бывших уволенных сотрудниках, которым они рассказывали, ну, я сейчас даже не хочу это комментировать, это тяжело читать, как они были уволены, с маленькими детьми, с применением различных угроз, заведение уголовных дел и так далее. Ну, я просто унижение различного характера. Но, на мой взгляд, это не только врач и главный врач вообще такими действиями не должен увольнять людей, но это просто даже не по-человечески. А когда я вижу письмо в поддержку такого главного врача, якобы подписанного всей больницей, и потом сегодня мы еще, точнее, вчера уже вечером, да, выпустила статью журнал ВДМЕКУ. Хороший журнал. Хороший журнал, но для меня лично это было удивительно, что вроде есть журнал, который обладает довольно таким серьезным авторитетом. Ну, в принципе, задают довольно критичные вопросы, но, тем не менее, выслушана одна сторона. Да. Нет, они, кстати, я посмотрела, была же еще одна статья 6 ноября, которая рассказывала о том, что происходит в больнице немножко с другой стороны. Но, тем не менее, то, что там написано в этой статье, ну, немножко это факты, ну, так скажем, они ложные, к сожалению. То, что поддерживает весь коллектив больницы. То, что Лариса Алексеевна Волощук, которая была инициатором всего этого действия, я привыкла не ходить на работу постоянно, ну, хотя я прекрасно знаю, что это не так. Потому что тут состав клеветы есть. Да, конечно, здесь уже клевета. Главный врач не мог не знать, и раз он не мог не знать, значит, это сознательно стремится опорочить ее честь и достоинство деловой репутации. То есть, это уже не гражданский иск, тут надо заводить уголовное дело в отношении этого человека, с моей точки зрения. Ну, дело в том, что там, помимо вот этой клеветы, там еще огромное количество разных нарушений, в том числе это сдача в аренду государственной собственности, в том числе это начисление какой-то странной зарплаты, в том числе это, так скажем, отсутствие препаратов по ОМС, которые должны были быть получены пациентами. А самое главное, я все-таки хочу сейчас, чтобы вы послушали файл, в котором вы увидите, каким образом главный врач заставлял сотрудников подписывать вот это письмо в свою пользу. Давайте послушаем. А вы знаете, что люди под страхом смерти подписали? Вы это знаете или нет? Под страхом смерти прям? Ну, не смерти, но люди же некоторые подписали эту петицию не потому, что они хотели. Я знаю, один из заведующих мне об этом написал, что он заставил всех заведующих подписать, все подписали, и я тоже. Но вы меня не выдавайте, я не буду говорить его. Я хочу, я хочу, чтобы вы... Ну, я прокомментирую немножко, да, это вот доктор, одна из докторов позвонила Ларисе Алексеевне и объясняла ей, как вообще это происходит, что она не хотела на самом деле его подписывать, но вот под страхом смерти их заставляют подписывать. Я все-таки хочу обратиться еще к докторам, я думаю, Андрей меня поддержит, то, что все вот эти вот угрозы, какие-то уголовного преследования, не знаю, страх смерти, но все-таки подписывать такие письма, ну, не надо, да, подписывать это неправильно. Рукописи не горят. Рукописи не горят. В этом случае. Слова, это слова, если они не подтверждены какими-то действиями. Такой человек, как Барсук Виктор Иванович, он может напугать кого угодно. Он же мне сказал, что он вызовет ФСБ и назвал нас террористами, причем я была не одна, я была с тремя депутатами. Какая похожая вот риторика, да, у нас вот в Муроме тут пугают ФСБ. Да, ну вот, я не знаю, смотрят ли нас органы ФСБ, но вот очень смешно, когда как-то, в общем, мы профсоюзы, мы созданы для того, чтобы защищать врачей. И мы пришли защитить врачей, и на нас вызывают ФСБ. Ну, это как-то странно. Более того, как-то, в общем-то, у меня сложилось такое впечатление, когда я была в больнице, что вот этот главный врач, он чувствует себя там вот просто, что хочу, то и врачу. Я царь и бог, и вот вы сюда пришли, вот будете сейчас наказаны за то, что вы просто сюда пришли. Поэтому мы, конечно, не оставим эту ситуацию. Мы держим руку на пульсе. И сейчас уже, конечно, помимо наших писем в прокуратуру, помимо наших писем и обращений в Минздрав и к главе района, нас поддерживает огромное количество населения. И я хочу сказать большое спасибо еще раз нашему маленькому коллективу первичной профсоюзной организации «Альянс врачей», который не сдается, а поддерживает все-таки увольнение главного врача и назначение адекватного, хорошего человека, который мог бы помочь и врачам, и населению.